Дистиллят Приветствую вас на Кнорелка Вита Сегодняшний ролик посвящается Дубовой щепе И дистилляту полученному в стиле комбо В стиле комбо я работаю давно Мне очень нравится Как и для бочки, так и для белого Интересно стало Как же будет щепа реагировать с дистиллятом Полученным специально Для бочки в стиле комбо Очень долго я работал щепою, но все было не то Потому что Дистиллят на колонии очень сильно Отличается И при взаимодействии с щепой или с бочкой Получалась какая-то такая дубовая настойка На мой взгляд, существует Два очень хороших рецепта Итак, нам понадобится дистиллят крепостью 65-70% И правильно подготовленная щепа Дистиллят у меня Зерновой, полученный на жидких ферментах Здесь все и рис, и гречка И проса, и ячмин, в общем все-все-все Полный микс Использую два вида щепы Средняя обжарка для фруктовых дистиллятов Сильная обжарка для зерновых дистиллятов Щепу средней обжарки я выдерживаю Месяц в виноградном дистилляте Крепостью 40-45 А сильной обжарки я выдерживаю В кукурузном дистилляте Тоже крепостью 40-45 Месяц Прямо вот так вот в банку засыпаю ее И заливаю дистиллятом И на месяц в темное прохладное место Далее ее вынимаю Дистиллят на перегонку А щепу высушиваю и использую по назначению И каков был мой рецепт 3 грамма данной щепы На литр дистиллята Повторюсь, крепостью 65-70% И рецепт моего друга 10 грамм щепы Ровно на 10 дней Эту бутыль я сделаю по своему рецепту Эту бутыль я сделаю по рецепту Игоря Здесь у меня 1 литр 750 миллилитров Умножаем на калькуляторе И добавляем 5 грамм 25 миллиграмм щепы И закупориваем на месяц Здесь у него тоже литр 750 миллилитров И сюда я добавляю 17,5 грамм И выдерживаю 10 дней Засыпал щепу Подписал каждую бутыль Смотрим, наблюдаем Прошло 10 дней Наш напиток фильтруем Щепу не выкидываем Подсушиваем ее И в общую банку закладываем Как следует, потом перемешиваем Цвет, конечно, вот Цвет сейчас вот как у виски Не как после бочки такой соломенной Но запах я бы не сказал, что Прям пахнет дубешником Знаете, даже какие-то такие Слегка карамельные нотки я учуял Для чистоты эксперимента Данный дистиллят я не развожу А он у меня в таком состоянии Подождет своего собрата Второй дистиллят Который будет стоять на щепе месяц Прошел месяц Щепу сейчас выну, обсушу И в баночку заложу ее обратно До следующего раза Цвет видно, что разный И у этого напитка все-таки 20 дней форы Он постоял без щепы Отдохнул, как полагается Что сейчас мы делаем Разводим до 40% И пробуем Сейчас вторник 5 февраля Вот как раз В пятницу Может быть через недельку Попробую, что получится После разбавления прошла неделя Даже чуть меньше 6 дней Пробуем, что получился Тот, который потемнее Это 10 грамм На 10 дней Выдержка Тот, который посветлее Это выдержка месяц Ну что, нюхаем Чем пахнет У меня вот светлый У тебя потемнее Который Ух ты Вкусно Че-то какой-то Как ты бы сказал Запах детства Да, вот Мне первое, что кажется Это какой-то вот дюшес Какой-то вот такой Мне кажется Что вот как раньше Грецкие орехи В мед добавляли Прям вот Вообще интересный запах Ну-ка, давай поменяемся Более, да, здесь вот густой Темный, который, да? Такой Блин, вот ребята Первый раз такой вот дистиллят у меня Что после щепы Вот с таким вот С таким ароматом Именно вот Послевкусие Мед с орехом Да ты че А вот где потемнее Вот дуб тут Или вот у тебя Который потемнее У меня Посильнее, да, дуб там Бочки Бочки Ну вот Мне приятно, что ты вот назвал Эту банку бочкой Ладно, здорово Да Ну-ка Дай-ка еще раз Нет Нет? Не дам Да Вот здесь Я сейчас тоже Вот учуял Что здесь есть Чуть вот дубовый Такой оттенок Но запах Просто Не похожий Ни на зерно Ни на фрукты Вот Здесь спиртом не пахнет Пахнет медом с орехами Темный А вот светлый Светлый Чуть-чуть по Нет Этот мягче Пахнет Темный Который Темный Мягче Пахнет Это тоже вкусно Пахнет Но Четверского Все Ну У меня уже Путается все В ноздрях Мне вот Показался Что Этот тоже Вот Где вот Потемнее Более Насыщенный Аромат И Чуть-чуть Прямо Чувствуется Запах дуба Вот здесь Он Почти Вот не чувствуется Мед с орехами Ну что Пробуем Быть добру За нас Вот сейчас я выпил Чистые Вкусы Дуба Дуба, да? На губах А пахнет Неудобно А по жесткости По резкости Мягкий Так Мягкий Соглас Еще чуть-чуть Чтобы вспомнить Аромат Давай теперь Попробуем Ты светлый И темный За вас За вас За нас Быть добру Мне кажется Мне кажется Вот этот Помягче Цвет Светлый Пьется Именно пьется А по ароматике Вот этот лучше Да, этот лучше В темном Я бы сказал Больше выражен Дуб Но В то же время У него Очень какой-то Сложный аромат Что больше На виски Похоже Темный Темный Да, больше Похоже Хотя я не любитель Виски Но мне этот Понравился Допустим Магазины Я вообще Пить не могу Они Курькие Крепкие Как их пьют Этот кайф Что-то сейчас Бледник Добавить Аромат Лучше У Темного А Легче Пьется Тот Крепкий Посветлее Так, да? Да Ну-ка Давай еще раз Еще раз Попробуем И поменяемся Чтобы Понять Знаете Вот в аромате Даже Непонятно Что это Зерновой А что-то Вот есть Такое Послевкусие Это интересное Этот пахнет Приятней Да Осадок Вот этот Дубовый Мед Орех И Послевкусие У нее Знаешь Прям на губах Остается Вот Вкуснячка Да Натурально Здесь Пахнет Тоже Классно Но Не так Как Здесь Здесь Более Приятней Но Светлый Пьешь Послевкусие Легче пьется Чем Темный Непонятно Непонятно Сложить Этот По-своему Этот По-своему Вот этот Надо Нюхать А этот Надо Пить Когда Закончится Что Пить Надо Нюхать Непонятно Можете Ко Можете Звякнуть Я Вам Дам Попробовать И данный Напиток И данный Напиток И Вы Уже Сравните Оба Рецепта Имеют Место Быть Оба Рецепта Получились Хорошие Но Грубо говоря На любителя Каждый Рецепт Кому Пейте Только Качественные Напитки Всем Счастливо До Свидания